Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем разбирать тему impossible to possible, невозможное возможно, и заканчиваем третью часть. Окей. Мы на этом абзаце. And the next thing you are gonna do. И следующая, дословно следующая вещь, you are gonna, которую вы собираетесь делать, and you are not gonna like this part, и вам не понравится, как бы здесь этот оборот, you are not gonna too, передает будущее время. Вам не понравится this part, эта часть, because it's a little scary, потому что она несколько пугающая. You are gonna announce it. Вы собираетесь, вы объявите, announce это, объявлять, вы объявите об этом, to everyone you know, каждому, кого вы знаете, или всем, кого вы знаете. You are gonna tell your family, вы расскажете вашей семье, your friends, вашим друзьям, anybody you know, всем, кого вы знаете, that you are gonna do it, что вы собираетесь делать это. Итак, снова, so again, using the example of starting your own business, используя пример, о том, что вы начинаете ваш собственный бизнес. You are gonna tell everybody, вы собираетесь рассказать каждому, I'm starting my own business next year. Я начинаю свой бизнес, свой собственный бизнес в следующем году. By next summer, к следующему лету, I will have started. I'll have started. Я, здесь у нас уже конкретный отрезок времени, вернее, конкретная точка в будущем, когда мы чего-то достигнем. И используется такой, такая структура, которая называется перфектное время в будущем, то есть future perfect. У нас идет I will, will – это показатель будущего времени, I have started – это перфектное время, то есть к такому-то, к такой-то, к такому-то временному отрезку, к такой-то точке в будущем, я начну уже. I will have started my own business. Я начну свой собственный бизнес. Опять та же конструкция глагола. I will have launched. I'll have launched. Я запущу. My own business. Свой собственный бизнес. And of course, then do it. И, конечно, потом вы делаете это. То есть сначала вы рассказываете всем, tell everybody, а потом вы делаете это. You are gonna figure out a way to do it. Вы, опять вот эта конструкция you are gonna to, то есть вы сделаете это в будущем, вы собираетесь сделать это. Figure out – это выяснять, то есть figure out a way – это выяснить, узнать способ, путь to do it, осуществить эту вашу идею или сделать ее. And I can tell you exactly, я не могу сказать can't tell you exactly, не могу сказать вам точно how to do it, каким образом сделать это. because everyone's, потому что каждый, gonna be choosing different things, будет выбирать разные вещи. То есть вот эти свои мечты, которые он будет воплощать, они у всех людей разные, у кого-то может совпадать. Окей, следующий абзац. Let me tell you, позвольте мне сказать вам, When you have a big enough reason to do it. Когда вы имеете, когда у вас есть достаточно весомая, большая причина сделать что-то, сделать это. When you are passionate enough. Когда вы настолько, как бы, эмоционально к этой идее стремитесь. When you are gonna for something big. Когда вы собираетесь заняться чем-то действительно большим, великим. When you've announced it to everybody. Это у нас present perfect. When you have announced. То есть, когда вы уже объявили об этом всем to everybody. You are fully committed. Когда вы полностью посвящены to doing it, к осуществлению этой задачи. You find a way. Вы найдете способ. You will find a way. Вы найдете способ. I'm gonna give you two examples. Я собираюсь дать вам два примера from my own life. Из моей собственной жизни. And then let it go off. И затем я отпущу вас. Позволю вам двигаться дальше самим. And do it yourself. И сделать это самостоятельно. Еще небольшой кусочек. Example number one. Пример номер один. It's starting my own business. Это начать свой собственный бизнес. When I was a teenager. То есть, здесь он нам рассказывает о своей жизни, о своем опыте. Когда я был тинейджером, то есть, подростком. I got my first job. Я получил свою первую работу. Я думаю, что мне было 16 лет. And I hated it. И я ненавидел ее, эту работу. And at that time, и в то время, being the wise 16-year-old I was, будучи мудрым 16-летним, которым я тогда был, I realized, я осознал, я понял, I think I'm gonna hate working. Похоже, я думаю, что и в будущем мне не будет я буду ненавидеть эту работу. Я буду ненавидеть работать вообще. I hate working. I think I'm always gonna hate it. Я думаю, что я всегда буду ненавидеть это. I think я думаю, I'm always gonna hate jobs. Я думаю, что я всегда буду ненавидеть работы вообще. Имеется ввиду, здесь противоставляется бизнес, собственно, и любого рода другая работа. Поэтому идет речь my own business and jobs. Такие-либо другие виды работы на кого-то. And I was right. И я был прав. I was right. I hated я ненавидел working for other people. Я ненавидел, терпеть, не мог работать на других людей. I hated jobs. Я ненавидел все эти работы. Работу вообще. I had some jobs that were ok. У меня были, я имел некоторые работы, которые были, ну, ничего себе, так, сносные. And I had other jobs. У меня были другие, была другая работа that were horrible, которая была ужасной. but I can honestly say, но я могу честно сказать, honestly, это честно, I never really liked, я никогда, на самом деле, не любил working for other people, работать на других людей. And most of the time и большую часть времени I hated it. Я ненавидел это. итак, мы закончили с вами разбирать третью часть. Третья часть у нас три отрывка A, B и C. И в следующем видео мы разберем четвертую, последнюю часть и потом будем пересказывать эту тему. Еще раз слушайте AJS, посмотрите это видео для того, чтобы хорошо понимать, о чем идет речь. Для того, чтобы вы могли потом услышать, что говорит AJ и уметь пересказывать, вы должны хорошо понимать, о чем идет речь в этом тексте. Для этого мы и делаем эти видео, для того, чтобы вы могли потом легко понять услышанное и пересказать. Итак, продолжайте вместе с нами двигаться к своей цели. Всего вам доброго, удачи!